Моя книга художника. Сделала ее на марафоне визуальных исследований страницы Марии Щедриной. Мария предлагала использовать прием «Остранение». Мне редко удалось это применить. Я больше как-то применяла ассоциации, метафоры, личные воспоминания. Поэтому я назвала свою книгу «Личная». Первая тема – велосипед. У меня с велосипедом связаны четыре личных воспоминания. Во-первых, велосипед меня вернул в воспоминания о детстве. Мне очень хотелось иметь велосипед. Это была моя мечта. Все, абсолютно все вокруг катались на велосипедах. А мне мама не разрешала. У меня так и не было велосипеда. Это осталось мечтой. В юности один мой друг пытался научить меня кататься на велосипеде. Но я уже боялась. У меня ничего не получалось. В общем, кончилось это все достаточно плачевно. Я вместе с велосипедом упала с моста в речку на трубы. И получила сильную травму. У меня до сих пор на лбу шрам остался. Потом, уже при личном возрасте, я узнала, что есть велосипеды трехколесные для взрослых. Они устойчивые. Можно на них кататься, не упасть. А почему здесь корона и листочек? Я родилась в последний день осени. И друзья, когда меня поздравляли, придумали мне стихотворение, что вот королева осени хочет завести у себя в королевстве трехколесный велосипед. Но я так и не завела себе этот велосипед. И велосипед остался мечтой. Сейчас у меня нет велосипеда. Это велосипед сына, на котором он тоже уже сейчас не катается. Он стоит у нас в коридоре, и мы его используем как вешалку, например, для зонтов. И он сузил наше пространство в коридоре, и мы уже много лет ходим вот так между стеночкой и велосипедом. Вторая тема – окна. Мой стул рабочий стоит возле окна, и как бы и свет, и солнце ко мне заходят через окно. Я в одно время всегда ходила и смотрела вечером, когда темно, на зажженный в окнах свет, и пыталась прочитать надписи, которые складывались из них. Я люблю спать в полной темноте, а у меня возле окна, и на втором этаже стоит фонарь. И я очень плотно пытаюсь как-то зашторить, закрыться от этого света. Очень люблю заглядывать в окна. А у нас еще так стоят дома, что одно окно как бы прямо рядом почти с соседним домом. И мне всегда так интересно, что там происходит. Вот я подумала, что можно ли жить в доме, который полностью состоит только из одних окон. Очень люблю новые современные дома с зеркальными окнами. В них много отражений, и как бы создается такая новая несуществующая реальность. Мне это ужасно нравится. Есть окна с витражами, с цветными стеклами. И так интересно, они внутри создают цветное пространство. Ну, окна – это место, где встречают и провожают. И я всегда, когда мой дорогой человек уходит, я смотрю в окно и пытаюсь его провожать. Третья тема – электричество. Электричество как бы дает нам свет. И мне сразу вспомнилась загадка. Висит груша, нельзя скушать. Пыталась нарисовать электрическую вспышку. Вообще, мне кажется, что электричество – это какое-то живое существо. Оно живет, движется. Как-то я раньше не обращала внимания, а потом, когда стала много рисовать на улице, посмотрела вверх, а там все затянуто проводами. Мне кажется, что электричество может быть своими импульсами. Что-то хочет мне передать, какое-то сообщение на непонятном мне языке. Я подумала, а что будет, если не будет электричества? Будет полная тьма и последняя искра? Или наоборот, первая? Между людьми тоже может вспыхнуть вспышка такая же, как электричество. Будет очень интересно создать такой оркестр из разных электрических приборов, ведь у них у каждого свой особенный голос. На последней странице я написала, что это за книга, где она появилась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!